1 июня это день защиты детей, а значит пришло время для развлечений и веселья. Что ж, вариантов где провести этот праздничный день полно. Музей, фестиваль детского кино, зоопарк. Впрочем, администрация канатной дороги тоже приготовила сюрприз. Прокатиться здесь бесплатно можно с 9 утра до часу дня. Что ж, мы тоже не будем отказываться от такого предложения. Дождливая погода и ветер не напугали одесситов. Желающих прокатиться бесплатно оказалось достаточно. Не на камеры сотрудники учреждения сознаются, что сами удивлены таким потоком людей. Ну вообще ребята молодцы. Они катают на все праздники православные. И всегда на день защиты детей, бесплатно деток. Я считаю, что это шикарная эмоция, да, Кисюня? Он только что ловил листики деревьев. Это очень позитивные эмоции. Он светится все от счастья. Мне очень понравилось. Это как праздник целый. И очень прикольно. Мы сегодня приехали из поселка Котовского, так как сегодня все-таки праздник детский. А для меня ребенок это все. Потому что как бы я вырос сам в детдоме, конечно же. И у меня вот есть сын, конечно, это все для меня. Так что я стараюсь все как для него можно лучше. Мы мечтали давно, у нас все-таки не получалось. А сегодня такой выпал день, все-таки день защиты детей. И у нас все-таки вот получилось. И мы вырвались и поехали. Несмотря на то, что мы живем так далеко. Подобные акции бесплатной поездки канатная дорога проводит довольно часто. Например, на большинство церковных праздников – на майские. Канатная дорога позволяет одесситам и гостям города спуститься с французского бульвара до побережья всего за пять минут, наслаждаясь прекрасными видами и ландшафтами города. Канатная дорога в Одессе работает уже более 50 лет. Своих первых пассажиров канатка прокатила еще в 1971 году. Последняя глобальная реконструкция исторической достопримечательности прошла пару лет назад. В мае 2019 года там обновили главный привод, отвечающий за безопасное движение кабинок на тросе, в планах у администрации замена металлических кабинок. Самый живописный маршрут от шумных улиц к морскому берегу продолжает выполнять свою туристическую миссию. Кристина Черновалова, Герасим Олесенков, Телеканал-репортер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова